так доброе утро дорогие друзья добра добрейшая веселейшая прекраснейшего утра и сейчас подождите секундочку выйду в эфир в фейсбуке и мы тогда когда выдущер фейсбуке продолжим продолжим да значит секундочку так 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 мы продолжим сейчас секундочку у нас очень сильно растет слава богу растет у нас количество участников в чате воикра всех вас тоже приглашаю подписаться пока мисс как раз мы сейчас начинаем видео чат в телеграме воикра в это сейчас самая самая наша перспективная развивающаяся сеть и мы значит запись трансляции сейчас мы начнем запись и так шумоподавление нажать отпустить понажать запись все мы начинаем запись и значит название главы во ра день 2 глава в ра день 2 и сразу же после урока у нас идет в канале в telegram канале у нас сразу же после урока у нас идет выходит запись выходит аудиозапись видите у нас уже с каждым днем все больше и больше людей смотрят урок в телеграме это отлично телеграме все больше и больше людей смотрит урок и в принципе все больше и больше людей смотрит урок туры и это прекрасно это именно то ради чего всевышний создавал мир происходит значит написано что машина придет когда и наполнится вся земля до знанием и вот видите наполняется земля знанием со всех уголков мира со всех уголков мира смотрят урок торы значит мы дошли до того что бог послает трех ангелов к аврааму три ангела значит у него покушали хорошо и сообщают они новость что у сары скоро через год ровно родится сын представляете какая прекрасная новость что родится сын и двигаемся дальше ашу влэка бета в леса рабы ватиках эш сара лимор и сара она начала отрицать говоря не смеялась я потому что испугалась написано здесь она так ответила не смелась я и сказал нет ты смеялась значит она смеялась этот разговор мы уже вчера разбирали есть разница в смехе есть два типа смеха первый тип смеха это смех который которые смех радости когда человек радуется он смеется а второй тип смеха это смех насмешничество это когда человек насмехается это разные вещи а тамара ха 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 доброго утра это как выглядит как насмеха ха ха тамара это радость понятно да и разница и вот здесь как раз был по этому поводу у них разговор что сара она смеялась от радости и даже она смеялась что ее обвинили в том что она нас насмехается даже она сказала я не насмехаюсь я смеюсь от радости все но мы видим здесь опять же перенос на человеческие отношения что вот я вчера например еду женой в машине я за так задумался о чем-то очень грустном например вот сейчас кстати я хочу чтобы урок наш был ли рифа шлема моша бен ирина больше больше бен ирина чтобы ему было рифа шлема он сейчас очень хороший парень молодой парень в больнице под капельницами в тяжелом очень состоянии здоровья и он из харькова тоже родом до женат год назад ребенок родился у него и он в очень и очень тяжелом опасном состоянии сейчас что было ему рифа шлема и вот значит я как раз еду я об этом задумался а но в это время мы то с ней были в середине какого-то общения и у меня вот это мысль такая грустная мелькнула и я такой в нее погрузился до ушел как бы в эту мысль и она говорит вот она подумала что это как-то связано с ней понятно да то есть мы из этого разговора между авраамом богом и сарой мы видим что вот эти вот нюансы смеялся не смеялся насмехался они настолько тонкие да эти нюансы что что даже вообще невеликих праведников и всевышнего есть место для ошибки есть место для ошибки на то есть когда мы трактуем когда мы комментируем когда мы воспринимаем любую реальность там есть обязательно обязательно место для для интерпретации для ошибки и сложно ожидать что кто-то может прям думать что он знает абсолютную правду и это очень смешно когда один папа учит она говорит цена bessong говорит тот кто утверждает что он абсолютно истину то скорее всего что экон ancер Он говорит, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно точно. Абсолютно точно. Я уверен в этом, то, что я сказал. В общем, дальше. Двигаемся дальше. И встали в Аякуму Мишам Анашим. И встали оттуда люди. То есть ангелы были, они выглядели как люди. Представьте, такие они были очень внушительного вида. Анашим, когда говорится люди, да, вот именно это слово наяверите. Это такие прям людищи они были, такие с виду. В Аштифу Альпнес дом. И посмотрели они в сторону с дома, да. Посмотрели они в сторону с дома. Слово Яштифу, это как Мишкафа и Мачти. Это такой, как взгляд такой, когда ты, ну вот прям смотришь, стоишь так на горе и смотришь. Это называется. Так они посмотрели в сторону с дома. И Авраам пошел с ними их проводить. И тут ему Бог обращается к Аврааму и говорит ему. Ваашем Амар. Кому Бог сказал непонятно из-за этого. Скорее всего он сказал ангелам. Или возможно это было просто как бы направление, можно сказать, направление намерения Всевышнего. Он сказал так. Что скрою я от Авраама то, что я буду делать. Со времен Авраама начался новый этап в истории мира. Авраам, он соединился с Богом, с Творцом Мироздания. И Бог начал лично с ним конкретно взаимодействовать и для него менять законы природы. То есть то, что называется индивидуальное проведение. До этого этого не было. До этого было то, что называется природа, всесильный, значит, элотим. Да, то есть это было проявление Всевышнего, которое люди знали. Они знали, что вот есть система. Они в этой системе думали, что эта система независима от Всевышнего. Они пытались служить идолам, как бы поклоняться элементам этой системы. И на эти элементы системы, воздействуя через магию, колдовство и так далее. Это то, что называется идолопоклонство. А Авраам, он первый нашел вход к создателю системы. И он с этим создателем системы, с Творцом Мироздания, Ют Кей Вавкей. Вот это проявление Всевышнего, Бог-Творец. Он с ним соединился. И вот здесь, видите, все время с Авраамом взаимодействует именно Бог. Вот это имя, которое даже нельзя произносить. Ют Кей Вавкей. Тот, кто создатель реальности, который каждую секунду ее воссоздает. И он, значит, Всевышний, после того, как он нашел в Нижнем мире, соединился с Авраамом, человеком, который является как бы его проявлением. Он ему отдал этот мир в управление, можно так сказать. И Бог говорит, разве я скрою от Авраама, что я буду делать? То есть, если я сейчас буду уничтожать Сдом, так этот Сдом, он тоже принадлежит Аврааму? Он в той земле, которую я поклялся дать Аврааму? Так что, скрой от него то, что я сделаю. Авраам не знал, что сейчас будет уничтожить Сдом. Значит, А Авраам, он же будет великим народом, мощным, огромным, великим народом, мощным и огромным, и в нем благословятся все народы земли. То есть, как мы видим сейчас, все потомки Авраама, авраамические религии, можно сказать, что и ислам, это потомки Авраама, то есть, они ходят, самое святое место у них Кааба, это, по их поверью, в Мекке, это то место, где Авраам обучал Торе своего сына Ишмаэля. И для христиан, для которых христиан Рим, это является их как бы столицей, да, где сидит этот папа их римский, так это именно потомки Эйсава. Эйсав, это был сын Ицхака, Эйсав и Яков, и это тоже потомок Авраама, получается. И Яков, Израиль, это тоже потомок Авраама. То есть, получается, что действительно, в Аврааме благословились все народы земли. И, значит, и что, Бог говорит, я не скрою, как я скрою от Авраама, что я собираюсь делать? Тия да тив лиман ашер и цавеет банав, что знаю я, что все это происходит для того, чтобы он прикажет своим сыновьям, Авраам передаст своим сыновьям и своему дому после него, и будут они сохранять путь Бога и делать сдакау мишпад. Что такое путь Бога? Это делать милосердие и справедливость, чтобы был суд честный и сдака милосердие. Вот это потомки Авраама, это два главных качества. Честность и милосердие. Справедливость, что было все по суду, и дзака милосердие. Лиман ави ашем аля Авраама, это ашер дибералав. Чтобы Бог привел на Авраама то, что он говорил ему. Все благословения, которые Бог давал Аврааму, они сбудутся через дзака, это милость, и мишпад, справедливость, суд. И воем арашем, и тогда Бог начал говорить Аврааму, «Заакат с дом в Амора кирабау». Он говорит, «Крити мольбы с дома и Аморы, вот этих двух городов, они очень-очень большие, и грехи их тяжелые очень». Говорит нам Усна Атора, что в городах с дома Амора они ввели такие законы, что нельзя было делать добро вообще, запрещено. Приходили путники, вместо того, чтобы их принять в гостеприимство, их насиловали публично и убивали, чтобы вообще никто к ним не приходил, чтобы никому не помогать. То есть добро было законодательно запрещено, зло было законодательно утверждено. И, значит, и сказал Бог, что это крик вот этих людей, которых уничтожали. Там предание рассказывает девушку одну, которая кому-то помогла, обмазали медом, бросили вули, и до этого изнасиловали. В общем, страшными жестокостями убивали они там людей. И Бог сказал, «Ирдана вере акецаката абаэлай ассум». Он говорит так, «Если как вот эти вопли и крити пришли ко мне, значит, я их уничтожу, а если нет, то я узнаю, что нет». И здесь тоже очень интересно Малбим объясняет вот этот момент, что человек, когда судит, человек, когда судит, он судит только, вот он видит картиночку, вот этот сделал это. И больше мы ничего не видим. Он так сказал, он так сделал, значит, он виноват, а этот прав. Бог, он абсолютно судит не так. Бог, когда кто-то что-то делал, он входит в его сердце, в его замыслы, в все, что было до этого, все, что будет после этого. И Бог учитывает все факторы. И говорит нам ус на тора, что когда Бог, он говорит, «Надо узнать, почему они это делали». Одно дело, когда человек ворует или грабит, когда у него нет денег и когда ему нечего кушать. Это одно, одна мировины. Другое, когда у него все есть и он это делает именно потому, что он хочет это сделать. Известная история, когда Бог прислал пророка Натана к царю Давиду, и пророк Натан ему рассказал историю, как был бедный, богатый, богато украл у бедного овцу, но с овцом он сделал закон гостеприимства, встретил гостя с краденной овцой. В общем, он рассказал Давиду всю историю пророка Натана и спросил, какой суд? И царь Давид говорит, суд будет такой. Значит, по торе за овцу должен вернуть 4 раза, но я как царь, у меня же есть право добавлять к суду, и я, значит, говорю, что его надо убить, учитывая всю тяжесть обстоятельств. А ему пророк говорит, о, говорит, это ты себя сейчас судил. И это была история, это метафора того, что сделал царь Давид с Батшевой, с уриахитинцем и так далее. И вот здесь мы видим, что Всевышний, он судит человека, учитывая все факторы, включая тот фактор, как человек сам лично оценивает такой поступок у других. И, значит, Бог сказал, я спущусь, посмотрю. И вот эти вот ангелы, которых Бог послал уничтожить с дом, они пошли в сторону с дома. А Авраам, он остался перед Богом, он продолжал молиться перед Богом. Значит, юткэ вавкэ, это Бог-творец, создатель мироздания. Ваегаш Авраам, ваэмэр. И, значит, и подошел Авраам и сказал, вот, что ты будешь, уничтожишь ты цадика вместе со злодеем? Он так Богу сказал. А может быть, есть 50 садиков в этом городе? И что, ты вместе с ними уничтожишь все место? Значит, прости, если есть там 50 праведников. Прости все эти пять городов, по 10 городов, если будет по 10 праведников в каждом городе. Объясняет нам Малби, мусная Тора, что там было пять городов, и Авраам не зря он назвал цифру 50. Значит, он говорит, если есть там 50 садиков, ты что, уничтожишь? То есть, Авраам здесь в этом разговоре, сейчас будет длинный разговор с Богом, который я лично никогда не понимал, почему Авраам говорит 50, потом 45, потом 40, потом 30, потом 20, потом 10. Да, то есть, Авраам все время, он как бы с Богом торгуется, такое впечатление. Но, когда изучаешь Устную Тору, понятно, что в каждом вопросе Авраам выяснял, как работает вот это вот индивидуальное проведение, как работает индивидуальное проведение, как работает общественное проведение, потому что есть общественное проведение, то, что идет на город, на страну, например, да, есть индивидуальное проведение, вот, ну, простой пример, значит, идет ливень, это ливень идет на страну, правильно? Или на город, на город идет ливень. Но кто-то выходит в этот момент и говорит, вот классно вообще, что у меня в машине как раз лежат там резиновые сапоги, зонтик и дождевик. Я вот прям даже не думал, что дождь, я не знал, что будет дождь, но вот как Всевышний меня надоумил, повезло мне, что с прошлого года, вот я в машине не убирал, и у меня с прошлого года остались там эти самые резиновые сапожки. А другой наоборот, в этот день одел белый костюм, значит, шел знакомиться там с невестой, да, в белом костюме, и попал под ливень, его грязью обрызгало, он, значит, с ней не встретился, с этой невестой. А потом оказалось, что эта невеста там, она была больна, например, каким-то венерическим заболеванием. Это уже индивидуальное проведение, то есть дождь для всех, а вот эти истории индивидуальные, это уже для каждого своя история. И вот, значит, Авраам Богу говорит, а если там есть 50 праведников, ты уничтожишь? Бог ему говорит, а, и дальше вот вопрос Авраама насчет 50 праведников, он говорит, халила лыха масот кадавар азет, то есть он говорит Богу, это очень плохо делать тебе такую вещь, убить цадика вместе со злодеем. И будет как цадик караша, что будет и праведнику, и злодею будет что? Одинаковый суд, одинаковая смерть, халила лыха ашофет колярес. Это будет тогда, ну, это плохо для тебя, который судья всей земли, и что ты не сделаешь справедливый суд. Значит, Авраам говорит Богу, смотри, то есть ты Бог, ты творец, ты честный, ты истина. И тут, если ты сейчас уничтожишь праведника вместе со злодеями, это, ну, а как, он говорит, я не понимаю этого, да? И сказал Бог, если я найду в доме 50 праведников среди города, значит, я спасу все место ради них. Бог открывает такую нам закон, что праведники, они, праведники, они как вот эти вот, как в Украине сейчас есть вот этот интернет, Старлин, который Илон Матс сделал, да, какие-то есть такие точки, которые соединяют с интернетом. Вот праведники, они соединяют мир с Богом. И, значит, Бог открывает нам такой закон, что если есть в городе хотя бы 10 праведников, то, значит, весь город будет спасен ради них. Хорошо. И задумался Авраам, Ваян Авраам, и сказал, И нына уалти ледабер эля дунай, Ваанухи афар ваэфер. Он говорит, ну вот я начал уже говорить с господином, с господом, да, Ваанухи мое я, афар ваэфер. Мое я, мое мнение, это прах и пепел. Такое вот выражение, он про себя сказал, Анухи, это Анухи, это личность моя персоналити, это прах и пепел, он говорит. Ну, то есть, я не то, что там у меня есть какое-то желание, у меня есть какое-то, чтобы я Богу советы давал. Он говорит, ни в коем случае. Но, может быть, всего лишь 5 праведников не хватит до 50. И что тогда? Здесь вопрос, здесь вопрос очень был серьезный. Значит, Авраам говорит, хорошо, Тогда, если у меня вопрос к определению, а кто такие праведники. Если 5 всего праведников не будет хватать до 50. И вот эти 5, они, значит, не такие уже небольшие праведники, как у Раф Зильбера, Зихраноцедих Левраха, вот он был цадик, один из 36 самых святых праведников, в заслугу которых существует мир. В каждом поколении есть 36 праведников, праведников, и они скрытые праведники. Почему они скрытые праведники? Потому что очень тяжело оставаться праведником, если все тебя восхваляют, если у тебя там 100 миллионов подписчиков в Инстаграме, и все вокруг тебя ходят, поклоняются, что ты праведник. Это тяжело. Поэтому вот эти 36 главных праведников в каждом поколении, они скрытые праведники. Они скрывают свое величие, они скрывают свою связь со Всевышним, они могут выглядеть вообще не как праведники. И значит, вот Раф Зильбер был один из этих праведников скрытых. И он, когда про кого-то говорил, вот был тогда такой, ну прям злодей-злодей, он был глава антирелигиозной самой партии в Израиле, который просто воевал против Бога, против религии. И он про него, когда говорил, Раф Зильбер, он говорил, ну вот этот человек, он не очень большой праведник, он не называл, что он злодей, что он там вообще, он про него говорил, он не слишком большой праведник. Так это был вопрос Авраама. Он говорит, а если 5 не хватит до 50, ну будут не слишком большие праведники, то что тогда, тоже уничтожишь? Бог говорит, не уничтожу. То есть, если человек, у него есть заслуги и есть преступления, но он все-таки сам, направление его сердца в сторону Бога, в сторону, он хочет соблюдать заповеди, он хочет быть праведником. Бог говорит, то эти тоже спасутся, и ради них спасутся все остальные. Тогда сказал Авраам дальше, он говорит, а если там будет всего 40, в этом вопросе тоже там что-то скрыто, отдельный вопрос, Бог сказал и среди 40, не это самое. Он, Авраам, говорит, а если 30, он говорит и ради 30. В каждом вопросе, я просто сейчас урок заканчивается, я не могу. То есть, это были все вопросы Авраама по тому, как работает индивидуальное проведение, как работает вот этот суд Всевышнего, и когда есть праведник, есть люди вокруг него, есть люди вокруг него, и так далее, и так далее, как это работает. В общем, Авраам все это узнавал, Бог сказал, что буду спасать, буду спасать, буду спасать, и даже 20, если будет, спасу города, не уничтожу. И в итоге и сказал, последнее, и сказал Авраам, Альна и Хар ля Адуна, пусть не гневается Бог. И я, также в этот раз я спрошу, а если там будет всего 10? И сказал, не уничтожу даже из-за 10. И тогда Авраам понял, что нету там даже 10, в этих городах, что нету даже 10, потому что ангелы продолжили свой путь в сторону с дома и Аморы, и завтра мы узнаем с Божьей помощью, что было дальше. Давайте подведем итог. Подведем итог, что статус человека, статус его поступка, статус всего может определить только Всевышний. Мы не знаем, ну реально мы, как говорил Сократ, что я ничего не знаю, я знаю, что я ничего не знаю, так мы даже не знаем, что мы ничего не знаем, то есть можно быть более умным человеком, чем Сократ, просто сказав, что я знаю, что я ничего не знаю, это будет правда, это реально будет правда. Поэтому самый лучший момент, что отсюда мы извлекаем, не судить других, а наоборот защищать других, то есть как нас Тора учит в Пертеевод. Не суди ближнего, пока не попадешь на его место, а так как ты на его место никогда не попадешь, так никогда и не суди. Второе учит нас Тора, что суди каждого человека в хорошую сторону. Если ты уже судишь, то у тебя есть возможность, наоборот, оправдывать его, то есть искать полуполные стаканы, искать какие-то оправдания для других. Это в любом случае выгодно, потому что та мера, которую человек меряет другим, меряет ему с неба. И тогда Всевышний очень сильно учитывает, когда он судит каждого из нас, как мы судим других. Поэтому это факт, я вам говорю, что лучшее, что вы можете сделать для себя, это мягко оправдывать других, если вы уже хотите пофантазировать по поводу поступков других людей, а так как все, что мы думаем по поводу поступков других людей, это фантазии, фантазии на фантазиях, о фантазиях других людей тоже, то лучше всего эти фантазии думать в позитивном ключе, потому что если вы ошибаетесь в позитивную сторону, то точно так же на небе будут ошибаться в вашу сторону позитивная. И это мы видим из Авраама, то есть его главное качество, что он двигался все время в сторону максимального добра, максимального позитива, максимального принятия того, что делает Всевышний, и как бы интерпретация это только в позитивную сторону. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору и распространяем Божественный свет, чтобы этот свет осветил в первую очередь наши жизни, и чтобы Всевышний услышал наши молитвы. Значит, как говорится, чтобы Бог наполнил все запросы ваших сердец для вашего добра. Все, всем удачи, успехов, и мы сейчас, вот я прям сегодня еду, мы сняли офис, сегодня прям первый день Ваикра будет находиться в новом офисе, Таханамерказид, это главная, центральный автобус на станции Иерусалима, значит, уже скоро мы начнем с Божьей помощью делать живые тоже уроки в Иерусалиме, поэтому ждем вашей помощи, поддержки, друзья Ваикра, партнеры Ваикра, спонсоры Ваикра, чтобы мы тоже за вас молимся, прямо у стены плача, вот за Дамира, партнер, молимся, чтобы было благословение сыночку его, который родился, и чтобы Всевышний благословил его, потому что тот, кто благословляет Авраама и его потомков, будет благословлен, это прям Бог написал, прям сказал в Торе, прямо, ну, конкретно, поэтому, а так как Дамир нас каждый урок уже 4 года благословляет, то понятное дело, что его благословения будут тысячекратные, вот сын у него недавно родился, после трех дочек. Все, удачи, успехов всем, счастливо, до завтра.